Всех приветствую! Продолжаем проходить Divinity Original Sin Все еще находимся в сокровище, забираем эту картину, которую я почему-то не заметил Вот, и начинаю рассказывать, собственно, про квесты, что, зачем, как и почему Для начала мы можем, оказывается, смело выполнить квест с кольцом Так-так-так-так-так-так-так, во, проклятое кольцо Сандор Суть какая? Кольцо, оно добавляет нам различные сопротивления, точность и уклонения, но Если мы будем ранены, и у нас начнется кровотечение, своей кровью мы проклянем всех остальных Этот квест можно выполнить двумя макарами, то есть, например, его можно, это кольцо, просто переодеть на кого-нибудь Или, когда снимаешь это кольцо, просто накладывать свиток благословения, если не ошибаюсь, он называется Вот, и тогда, в общем, одним из вариантов можно просто выполнить это задание Вот, в данном случае мы пойдем путем наименьшего сопротивления, мы просто кольцо снимем Наденем его быстренько на кого-нибудь На Фейна, например Вот, и вернем его себе И задание у нас выполняется Вот и все Это первое Сразу я себе делаю пометку Следующее у нас идет Давайте с кувшином душа кратианы разбираться Стоявший перед вами кувшин, терпыр, мы это все читали Так, протянуть руку и прикоснуться к кувшину Ну, там, то есть, описание этого кувшина, как он выглядит Как только вы касаетесь растрескавшегося поверхности кувшина, перед вами открывается картина невероятного богатства Тонкий шелк, вкусная еда и декадентский разврат Но под всем этим лоском вы видите лишь кости и кровь Видение изменяется Вы видите деревню в огне убитых женщин и детей Вы видите, как в центре всего этого стоит она, держа в руке жезл избавления Она запрокидывает голову и смех эхом гудит в вашем черепе Но на нее падает тень, и вы видите крупное плачущее лицо Она протягивает руку, как будто предлагая утешение, но брак тянет ее назад Вы видите, как она падает в болото, словно в ловушку Отдернув руку, вы ощущаете лишь глубокую печаль Сожаление ли это, или просто грусть по жизни, которой больше нет? Вот, кувшин мы пока разбивать не будем И поглощать его душу тоже, мы возьмем его с собой Вот, и сразу со всеми пообщаемся по этому поводу Ужасающее видение угасает Гратиана причинила боль и убивала ради наслаждения За это она должна быть проклята во веки веков Хотя нет Прощен может быть всякий, каковы бы не были его грехи Она может их искупить Всю свою жизнь Гратиана была эгоисткой, искала лишь наслаждение Ей нет прощения Чтобы ты не натворил жизни, ты всегда можешь искупить свои грехи Ммм, Фейн, ишь ты Как бы ни начиналась ее жизнь, она закончилась хорошо Нельзя никого проклинать за грехи юности Вот, Красный Принц ее осудил А все остальные, как бы, ну, решили дать ей шанс Окей Другие кувшины нам тоже нужно забрать Они помогут нам в дальнейшем прохождении Поэтому смело все их забираем с собой Кувшин Некроманта Гвика Этот кувшин ярко светится Вы слышите, как изнутри доносится явно различимый смех Кладем руку на кувшин Перед вашим взором рывком раскрывается сцена в таверне В центре зала вы видите гномиху Она стоит и шутит А все остальные покатываются со смеха Все, кроме зомби, разносящих еду и напитки Дверь открывается И в комнату входит прекрасная высокая женщина Ее сопровождают хорошо вооруженные охранники Вы не можете различить, что она говорит Но замечаете страх в ее глазах Но замечаете страх в глазах гномихи Гномиха что-то бормочет И мертвецы несутся к чужачке Но их Скач... Но их Ска... 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 А, скашивают словно травку Гномиха пытается убежать, толкая своих друзей в сторону женщины Но их хватает до того, как она успевает уйти Пока ее тащат к башне, вы слышите, как она осыпает проклятиями короля брака И его шлюху Ее крики продолжают доноситься даже сквозь захлопнутую дверь Пока вы дергиваете руку от кувшина Ага, понятно Мы этот кувшин тоже забираем с собой Он нам понадобится дальше И говорим со всеми Видение гаснет Угу Да, и говорим, что любые грехи могут быть прощены Она должна быть выступила против короля брака, раз он так с ней поступил Честное слово, заставлять мертвецов выполнять черную работу куда лучше, чем принуждать к ней живых Лол Оказаться в запертии в башне куда более мягкое наказание, чем заслуживает любой некромант Кувшин, стоящий на плите перед вами, выглядит древним, однако он удивительно в хорошем состоянии Поверхность его покрыта пиктограммами, которые вы не можете расшифровать, но уверены, что одна из них только что пошевелилась Пиктограммы оживают, когда все начинает затягивать внутрь Когда вас начинает затягивать внутрь сна Вы видите ящера в древней империи Они поворачиваются к вам спиной Изгоняют вас в пустошь Вы придете, куда глаза глядят И они И эти обезьяны, называющие себя людьми, отворачиваются от вас, все кроме одного Он улыбается, раскрывает объятия, говорит, что отведет вас домой Имя его Брак Он обещает силу, но не бесплатно Он срывает с вас золотые чешуйки одну за другой, обнажая вас до гола Он обещал вам корону, но вы получили лишь оковы Вы пытаетесь дать отпор, забрать то, что принадлежит вам, но женщина берет вас за руку и ведет к башне Он обещал отвезти меня домой, кричите вы Так ты, ты и так дома, улыбается она и закрывает дверь Твое место здесь Вы отдергиваете руку от кувшина Кожу покалывает где-то На задворках сознания испуганный голос невнят, но скулит, а потом затихает И забираем этот кувшин тоже Видения давно умершего ящера гаснут На преступление его толкала боль, а не злоба Он заслуживает прощения Я могу лишь ему посочувствовать, он просто хотел домой Ему даже можно посочувствовать, кто бы не отказался вернуться домой Ага, Бен плюет на пол То, что он творил, позор для всего его рода Ох, мы вообще походу сильно перегружены А нет, 147, мы даже можем бегать Кувшин стоит на плите, издавая мягкое свечение Вы почти что слышите, как изнутри доноится тихий шепот Вы видите, или скорее ощущаете далекую землю Дыхание оседает инеем в морозном воздухе По вашим легким соскользят сосновые иголки И вы чувствуете в руках некий вес Тело мертвое, но вы надеетесь Видение меняется Вы старше, но вряд ли умнее Вы маршируете во главе волочащего ноги войска И враги короля брака тают перед вами И вновь все меняется Теперь вы видите брака Рядом с ним прекрасная женщина Вы в ярости бросаетесь на него Но вас сковывают холодные руки Вас запирают в башне Ваши крики заполняют темноту Сотрогнувшись, вы распахиваете глаза Кувшин лежит на боку, неподвижно Вы отдергиваете руку и хватаетесь за колонну Тщетно пытаясь отдышаться Воспоминания некроманта угасают во тьме Но ощущение остается Мне бы хотелось простить эту душу Наказание должно соответствовать преступлению А это чересчур Пусть она и была некромантом В ней не чувствуется зла Может она заблуждалась по неведенью Никто не заслуживает такого страха и боли Как в этом видении Никто, даже некроманты Хотелось бы знать, сколько жизни она отняла Сколько страданий причинила эта мразь Ох, да, у наших всех спутников Видения разделились Окей, давайте сейчас пойдем К этой, как ее? К этой женщине Которая там у водопада Ага, здесь у нас больше ничего нету Так, вообще я Фейна хочу подлечить Окей, мы в принципе отсюда Прямо можем телепортнуться туда, куда нам надо Светилище Амадии А-а-а-а, выбегаем Фух-фух-фух Так, сохраняемся Идем говорить с Гратианой И снова приветствую, дитя Что привело тебя сюда? Так, могу ли я у тебя что-нибудь купить? Особо-то и нечего Мужской портрет Ага, глаза на портрете следят за вами Понятненько Окей, окей Мы вроде говорили на эту тему Почему она приютила столько народу Нет Ага Ага, то есть перед ней, видимо, нужно этот кувшин разбивать Так, интересно Вон у нас где, наверное Ага Кувшин Гратианы, да? Ее же Использовать Разбиваем его Душа Гратианы летит по воздуху, глядя на мир безумным, отчаянным взором Она поворачивается к вам и ее дух начинает покидать этот мир Но я не готова Нет, ты не можешь Нет 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 О, у нее неплохой лут Интересно То есть мы ее убили, хотите сказать Так, а как квест назывался? Кувшин душ Нет Во Вечная почитательница Мы нашли кувшин душ Гратианы Нужно хорошенько обдумать, что с ним делать А может с ней поговорить? Перед этим Все-таки еще раз попытаться Может всплывет нужная тема какая-то Странно, что квест не выполнился, конечно Так Ну напомни нам, где искать Гаррета Гаррет, он отправился искать магическое оружие Короля Брака Отважное дело и очень опасное Но не могу тебя остановить, если ты хочешь пойти следовать Рядом, к северу отсюда ты найдешь Ну понятно Оружие пообещать надо, да, обещаем Спросить, почему она приютила своем святилище столько народу Так, это мы тоже слышали Так Так Эти распятые чудовища перебьют всех чего-чего-чего По правде говоря Так Ага Так было не всегда Эти топи когда-то были богатыми плодородными землями До того, как пришел он, король Брах Да, вот отсюда мы Новый диалог Я прибыла здесь многие сотни лет У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о прошлом И извлечь из него уроки По правде говоря Злодеяния Брака и их И этих магистров не так уж и отличаются И те, и другие очищали эти земли от истока Магистры взяли от Брака все худше Сначала Жезлы Избавления, а теперь вот эти вопящие Кстати, Жезлы Избавления у нас находятся на Фейне, если что Эти распятые чудовища перебьют Эти распятые чудовища перебьют всех искателей до одного Если у тех не появится более мощного оружия, чем палки, которыми они вооружены сейчас Ну да, мы найдем способ их спасти Второй раз, ага, мы это тоже слышали, понятно Да, мы говорили с ней на эту тему Так, а богиня Амадия Так, и видимо вот здесь то же самое Если мы скажем, что типа расскажи нам больше о Короле Браке Он правил этими землями, как тираны-чудовище Он лишил их истока и оставил после себя лишь смерть На этом острове он создавал и испытывал свое оружие Понятно, все Что нам делать? А если поглотить за... ну, чисто интерес ради, давайте поглотим Энергия начинает течь в ваше тело, и вы чувствуете, как какая-то сила отступает от вас, сопротивляясь, царапаясь Несколько мгновений вы смотрите на мир чужими глазами, вы увидите гигантскую голову статуи и тихий водоем В этом видении вы падаете на колени и безмолвно кричите, чувствуя, как вытекает из вас душа Последние остатки волшебства выливаются из кувшина и обрушиваются внутрь вас Его сила разливается по вашему телу, наполняя его истоком Ну, предположим, мы все возьмем Ну, пока не совсем ясно, зачем нам тогда делать Это либо баг, либо что, но давайте пока не будем тогда ее трогать Оставим этот кувшин до выяснения Вот, но по-хорошему, как это делается То есть нужно разбить кувшин и как бы она типа освободится Вот, но сколько вы видите, она типа из этих, из мертвых Вот Так что пока загрузимся Не оставим эти кувшинчики с нами Ну что, нам, видимо, пора уже отправляться в этот лабиринт Или нет, лучше нам сначала сходить сюда Потому что нам сюда хотя бы нужно по заданию Оружейная брака, да Пойдем мы туда Так, ты же торгуешь Ну не очень интересно, ты торгуешь, конечно А, точно Во-первых, надо забрать ребят Кербан Барахло, но симпатичное Продать Красивая штука Продать Все очень просто Хм, острый камень на палке, потрясающе Так, самодельный жезл Хм, лук захватчик Ловкость, точность Но не очень он нам нужен Не на кого нам его одевать Так, этот продаем тогда Хм, да и вроде бы все Остальное все оставлю себе, как говорится Так, добавьте золото Угу Хм, да А, да А, да А, да Сколько успеем побродим у меня, опять же, не очень много времени Чтобы тут упахиваться Так Так, так, так Так, так Ага И вот здесь на нас нападут Точно, точно Ну, я думаю, мы успеем эту битву сыграть И как раз Можно будет закончить на этом Ой, зря ты, Хрюша, сюда бежишь Хрюша, уходи отсюда Здесь сейчас засада на нас будет А ты нам мешаться будешь Так, нет Сюда лучше и ФМБену залезть А мне Злезть вниз Че там телефон меня зовет Ничего страшного Окей, играем дальше Так, и ФМБен у нас здесь Ай, блин И ФМБен, да твою же мать Вернись назад О, наконец-то Требуется кинжал А, у меня не кинжал У меня топор Фак Ну ладно Будем работать с тем, что есть О, хитро Молодцы Хотя бы не поджег Вечки, отлично Угу Так Ну тут еще вот эта скотина стоит Но он вроде как не ходит Мда Ого, благодаря позиции сверху Мы ему будь здоров Дамажим Фейн Предатель Убийца Офигеть На моего персонажа Вообще все херачат Ооо Приветик Молох пустоты Охереть Может хватит? Так Одним меньше Зараза Мой персонаж Ход пропускает Потому что он заморожен У него увечья И так далее Так Кстати Очищение Вы съедаете труп Чтобы получить очко истока Или крадете очко истока У живого персонажа Вот Это нам дает этот посох Который применяют Но мы его не будем юзать Мы оставим там До сезаемых сюжетных поворотов Так Есть Давай его вниз Кидай на огонь Так И Ну давай Покинем А у нас всего одно очко Хода осталось Ну ладно Конец хода Да Жесть Ох Фейн Бедняга Так Молох пустоты Будет скорее всего По Ифану Бомбить Круто Так Так что на этот раз Мимо Уху Ой-ой Ой-ой Фейн Фейн Ноу Зараза Да Фак Мещане пустоты Говорили с нами Спасибо Да я же не вижу ничего Кажется они знают Кто мы Как такое возможно Может лучше переиграть Пока не поздно Например А то нам терять Одного персонажа В самом начале Не очень Давайте попробуем Как вариант Станем более Тактически Как-нибудь Надо подумать Как Однозначно Ифана Бена Наверх Он сверху Демажит Вообще Просто Будь здоров От него там Очень много Пользы Окей Так Разрываем Вообще Все 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 Своего персонажа Отправляем Наверх Ифана Тоже Так Фейн 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 Ты С красным С красным Принцем Давай Сюда Телепортни его Например Блин Здесь скорее всего Сразу бой Начнется Но Мы попробуем Что получится Из этого Отлично Так Фейна Конечно Лучше Наверх Туда Отправить Там От него Явно Больше Пользы Будет Но Сейчас Телепорт Перезагрузится Потому что Он нам Все Так Целым Нужен Отлично Все И давай Сюда Все Круть Амба Так Как начать Бой Отлично Все Так Ну что ж Поехали Неплохо Хороший удар Еще Хороший удар Так Вечья Есть Контакт Так 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 Блин Я очень боюсь Его поджигать На самом Деле Ну прям Так Масштабно Поджигать Херня Какая Терпимо Живем Так Атакуем Товарищи Снизу А до этого Ты дострелишь Нет Слишком Далеко Красава Еще Прелестно Ты Это ты Я нашел тебя Мертвый Красный Принц А он Ко всем По разному Обращается Ой Принц Замерз Нифига Он Всех У нас Проатаковал Ой А он К нам Телепортнулся Наверх Ну этот Наверное Вообще Ему Не холодно Не жарко С этого Будет И уйдем Кому лучше Или не уйдем Лучше уйдем В инвиз Конец Хода Скотина Да твою мать Нет Во О нет Только не некропламя Твою мать На кого На Красного Принца Скотина Ты такая Странно Окей Вот так Вот вам Подлюги Так Ну хотя бы Себе восстановили Уже Все в путь Блин Слишком низко Слишком далеко Ну давай в него Хотя бы Хорошо Ай-яй Так Этого персонажа Мы сейчас просто телепортируем И все Твою мать Что же делать Что же делать Надо спать От скотины Фак Да твою дивизию Так Окей Ладно Допустим Да Персонажи у меня По одному Так не справляются Ну Если с каждым То есть Входить в битву Так они у меня Не очень хорошо Справляются Давай его Сюда сбросим Униз У него даже Разложение Наложено Так Ну вроде бы Пойдет Но переграть Явно надо будет Как-то кучнее Биться что ли Это ты Я нашел Тебе Редактор Не отрекайся от своего отца И становись его Врагом Опять у нас Эти Голоса Появились Ого Да ладно Двоих Сразу Вот это Вот это Ахереть Это когда Такое Еще будет Лол Что Он на себя Наложил Охренеть Серьезно Он наложил Его на себя Зачем Охуеть Просто Десять Из десяти Ну Ну ладно Допустим Это ты Это ты Я Я Зачем Ты Верни Дела плохи. Очень плохи. Вообще нет. Давайте еще попытку одну. Так. Стояли-то мы вроде бы, типа, как бы неплохо, да? Но надо все-таки кучнее. Например, всем встать наверху. Здесь. В том числе и Красному Принцу. Они все будут к нам сюда лезть, а мы их здесь всех завалим. У нас и Фан Бен просто сверху будет очень хорошо наносить урон. Я должен сказать, что у меня нет волосы, но они... Так. Блин, спускаться надо, чтобы заагрить их. Хотя сюда лучше было, конечно, своим персонажем спускаться, чтобы сразу этого чувака оглушить. Ну, это прям в идеале было. Окей, ладно. Охренеть. Интересно, а можно эту лозу разрушить, например, чтобы вот этот чел снизу к нам не залез? Типа, в теории, как бы можно, но... Не знаю, не знаю. Так, давай-ка мы... Будем от этого избавляться, товарищи. Так, этому мы сразу накладываем такую штуку, чтобы он далеко не ходил. И больше мы ходить не можем, поэтому тогда делаем усиление, чтобы быть со всем классными. Так, он сюда к нам пошел, окей. Блин, явно эти все, вот эти нужно лозу это все убирать. Ай, зараза. Вон, видите, он уже к нам бежит. Да, если мы выйдем, мы от всех по шее получим. Да, мы теряем свое преимущество просто на раз. Нет, не нравится мне такой исход. Вниз я спущусь своим персонажем, сразу же смогу оглушить этого колдуна. Красного принца ставлю наверху. Так, как мы его оставим наверху? Так, у нас здесь по-старому все, да? И Фан Бен у нас стоит здесь. Мой персонаж спустится здесь. Так, Фейн, давай сюда. Попробуем лозу уничтожить. И Фан, помоги. Похоже, нам от нее не избавиться. Это жаль, очень жаль. Так, Красного принца оставляем здесь. Лучник появится, он с ним начнет дуэлиться. Своим персонажем спускаемся сюда. Бам. Нифига мы, мы неплохо снесли магической брони. Так. Этого сразу. Ага, не действует. Отлично. Такс, 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 такс. Этого мы сюда. И вот так вот, чтобы они далеко не ходили. Отлично. Так, сейчас и Фан Бен будет ходить хорошо. Ах, ты подлюга. Так. Хм, причем воинам меньше здоровья значительно. Охренеть. Причем, меч Люциана, оплошность божественных. Кому он обращается? Блин, они у меня заглазать начинают. Заразы. А, не высоко ли ты полез, дружок? Охренеть, он ходит сколько. Да не уходи, не уходи далеко. Отлично. Так. Фейн у нас не скоро ходит, потому что только он может броню всем повосстанавливать. И в инвизу ходит. Фейн, живи. Живи, скотина такая. Так. Тебе осталось недолго, я так чувствую. Ничего. Созывающий клич. Купец, все на фейна у меня. Да что же вы делаете, собаки? Ах, я очень хочу ядом костануть. Прям вот очень-очень. Потому что мне надо вылечиться. Или нет, мы вот так лучше сделаем. Себя кинем, будем лечиться. А эти получать урон. И заодно мы еще выпьем. Так. Пошла, родная. Да ты охерел. Охерел. Охерел, скотина. Так. Вот этого мы убиваем. Чтобы он к нам не залез сюда. Отлично. И вот этого мы не убьем. У нас только не получится надамажить. Ага. А нам и нечем. Тогда. Делаем вот так. Водушевляем ребятки. Ты. Это ты. Я нашел тебя, Ифан. Меч Люциана. Оплошность божественного. Паразит. Охренеть, нас Ифана бьют. Леди. Так. Ифан. Или кто ходит? А, Красный Принц ходит. Разлагающийся стрелок. Ну давай, посмотрим. Или лучше Молоха бить. Лучше Молоха. Чтобы он Ифана нам не убил. Фак. Так. Мы живем еще. Окей. Отлично. Критический удар. Телепорт у нас еще не готов. К сожалению. Ну, выпиваем еще одну банку. Выпиваем еще одну банку. Говорю, Фейн. Ты что? Отлично. Так. И... Это тебе. Это тебе. А тебе не достанется, да? Из зоны горения могу идти неплохо. А! А! Блюдок, мать твою. Надо Ифана срочно лечить. И на кой ты сюда переместился. Фак. Все понятно, Ифан. Пока. Офигеть. Сколько надо? Все три надо? Да ладно. С ума сойти. Потрясающе. Фейн сгорел. Жесть, жесть, жесть. Красный Принц тут не вывезет. Он не дамажит столько. Это ты, который заморозил его. Красный Принц. Вермина. Чуть заморозили его. Ну, понятно, в общем, без вариантов у нас здесь. Их. Да, нам очень рано еще сюда. Вот что я могу сказать. Ну, толк то, что мы войдем туда и что дальше. Все. Всё. Хм... Да его сейчас забьют, пока он заморожен. Ладно, хоть он свалил до толку там. Ладно. Жесть. Вы вообще когда-нибудь перестанете ходить? Я вообще не могу сходить! Вообще! Вы посмотрите... Охренеть, они просто ходят без остановки. Я не могу вообще сходить. Сейчас меня снова заморозят. Не, меня сейчас убьют, скорее всего. Потому что ещё целых два персонажа ещё ходят. Всё. Ну что ж. Давайте на этой тогда замечательной ноте закончим прохождение в этой серии. Вот. А чем мы, собственно, займёмся? Ну, подумаем дальше. Вот. Так что всем пока!